и у нас есть сложные вещи а есть простые из простых вещей мы можем использовать в качестве подпора к себе всякие предметы иногда даже нужно фотоаппарат на что-то закрепить или камеру мы можем использовать скотч если снимаем мобильным телефоном приклеить мобильный телефон к столу к стулу можно вот такую большую камеру чтобы приподнять положить под нее конфету но это не самое идеальное решение на некоторое время на выдержу да здесь не очень жарко итак дамы и господа сегодня я рад вас всех приветствовать совершенно замечательной библиотеке библиотека номер 243 называется образ я сниму масочку поскольку нахожусь от удаления и мне так будет легче произносить слова и вам будет более наглядно видно то что я делаю библиотека образ она является совершенно уникальным таким произведением человеческой мысли целые коллективы работали над тем чтобы концепция библиотеки трансформировалась под современные потребности читателей если раньше мы хотели в библиотеку взять книгу или посидеть в читальном зале то сейчас библиотеки становятся центрами общения и во многом дополняют и помогают найти такой вот пристанище для культурного развития для дополнительного образования для хорошо проведенного времени здесь в нашем районе где мы живем библиотека образ собиралась под определенное сообщество людей которые интересуются фотографии искусством живописью графикой созданием каких-то рукодельных поделок а также фотографии и историей кино сегодня у нас будет три блока в первом блоке мы поговорим о современной фотографии которые очень удобно и комфортно создается мобильными телефонами во второй части мы поговорим о истории фотографии и рассмотрим наши замечательные экспонаты которые читатели принесли в библиотеку собирая этот проект сделали совершенно чудесную экспозицию посвященную истории развития фототехники в основном конечно здесь наша отечественная техника но есть и другие экземпляры и в третьей части также посмотрим и современные способы работы с профессиональной фототехникой как сделать фотографии для социальных сетей поговорим больше режиссуре но режиссуре надо говорить и сейчас сразу как мы заговорим о мобильных телефон вот это вот самый важный момент вы сейчас озвучили очень важный момент мы первое что делаем да первое что мы делаем мы протираем объектив да у нас есть привычка протирать объектив рукой но это не самое лучшее решение самое лучшее решение из доступного это для очков мы имеем протирающие салфеточки вот это подходит для наших объективов еще лучше купить специальные специализированные салфеточки продаются в фотомагазинах и я вам буду рекомендовать посетить фотолабораторию на путнецком мосту они на это похоже да да именно фетр именно то чуть-чуть подышать чтобы появилась влага и протереть салфеточку не сильно давим потому что наша задача не наполировать там много царапин а максимально деликатно удалить оттуда следы жира и пыль поскольку маленькая пылинка которая лежит по центру маленького объектива становится большим бревном в глазу наших смартфонов а вот эти вот наши царапинки которые мы делаем идеальной шкуркой под названием ладошка они выводят из строя объектив камеры в среднем за полгода уже теряется качество поэтому чем меньше мы трогаем этот объектив надо менять ну мы продолжим снимать но это вот все равно что песочком протирать наши косметичку это не сюда да вот у сковородки не дать и прикарное тонкое покрытие а у объектива есть тончайшие напыление она называется просветление но особенно видно в старых наших аппаратах они такие вот посмотрите желтенькие зеленоватые фиолетоватые и когда мы на монитор нашего смартфона смотрим он тоже бликует сильно потому что это является большой матрицей который выводит информацию и информацию она выводит на жидкокристаллический монитор берет она информацию из микро объектива который вот вот прям иногда меньше миллиметра или около того посмотрите пожалуйста внутри вашего объектива вы видите круглый на объектив переворачиваем смартфон да вы видите кругленький такой или квадратненький а теперь еще глубже посмотрите вот видишь этого кружочка в центре еще кружочек а в центре кружочка еще кружочек и вот тот самый маленький кружочек это и есть наш объектив эта капелька эта капелька заменяла нам объектив в камере обскуры когда еще не было объектива первая дырочка и помним курс школьной физики через дырочку свет проходит образуется воздушный пузырик и он становится линзой линзы переворачивает изображение и проецирует его на определенном расстоянии где может образоваться это изображение по мере развития фототехники были придуманы объективы и в них появилось много линз сложная схема объективы стоили все крупнее и крупнее и крупнее появились телеобъективы сильно приближащие